Екатеринбурженко Галина столкнулась с обманом при заказе грузовой машины и грузчиков для переезда. Найдя на Авито объявление некой компании Переездсервис, она сделала заказы перевозки трех ее вещей к кровати, прихожей и стиральной машины в пределах одного района. Но когда работа была выполнена, женщины потребовали сумму в три раза превышающую оговоренно. Мне понадобилось перевезти три вещи, совсем недалеко, ну и понадобились грузчики. Я заказала машину на Авито, искала, ну прозванивала компанией, эта компания откликнулась, я очень сильно просила посчитать крайнюю стоимость моего переезда, перевоза. Заранее просили, да, перед услугой. Сколько тебе сказали денег? Я все озвучила, какой этаж, откуда, куда, километраж, там четыре километра между объектами. Вот, и мне сказали 3400. Почему я сильно уточняла, потому что были в других компаниях, цена мне была озвучена 7200, где-то 5800, где-то вот 3400. То есть у меня финансы были ограничены, и поэтому для меня это было очень важно. В указанную цену входило два часа работы «Газели» и два часа работы грузчиков. Но они управились за 40 минут, я же говорю, 4 километра, то есть там вот они буквально минут за 10 там погрузили это все вдвоем. И получается, тут же мы все поехали, то есть все вместе заняло, даже подъем на третий этаж, 40 минут, все вместе. А когда подошло время расчета, один из грузчиков по имени Станислав начал натурально вымогать у женщины гораздо большую сумму, чем было оговорено – 16600 рублей. Молодой человек, вчера диспетчер сказал 3200 переездов. Я согласилась. Можете меня услышать. Пожалуйста, вот будьте любезны, выслушайте меня. У вас два отдаленных района, машина выезжала с загорода. Эта машина стоит 800 рублей в час, минимум 2 часа. Ну так как два отдаленных района, еще 2 часа прибавляется. Это 3200 рублей. Вы считать умеете, надеюсь. Вот. Плюсом, даже как вы думаете, грузчики, минимальные, наверное, 1000 рублей, но у нас без лифта, и у всех это, ребят, у всех. Какие бы ребята ни работали у вас, при поэтажном раскладе без лифта оплачивается всегда отдельно, в любой компании. Узнав об этой истории, корреспондент Тау Евгений Воробьев, его подруга Анна Юристалёна и сын обманутой женщины Сергей решили устроить так называемую контрольную закупку, чтобы поймать горе грузчиков на новом обмане. Мне нужно просто как раз было поменять диван. Я этот диван давно хотела уже избавиться куда-то, потому что у него уже вот такие вот, надо его вот как-то убивать, да. Да, уже старенький такой диванчик. И привезти новый диван. Мы нашли такую причину для того, чтобы мошенников в ловушку заманить. Вот, сейчас они приедут уже через минут 30-40. Мы с ними съездим на один адрес, увезём сначала красный диван, мы поедем, потом возьмём новый диванчик, привезём сюда. Они мне озвучили, что стоимость будет примерно 6-7 тысяч. Это в целом одинаково? Да, это нормально. Мы промониторили цену, это нормальная цена. И задача, обманут ли сегодня нашу Аню вот с этим диваном? У сына же Галины был свой интерес к происходящему. Ему нужно было заставить грузчика Станислава извиниться перед его матерью. Ведь тот не только вымогал у неё деньги, но и откровенно оскорблял женщину. Этот диалог Галина также записала на диктофон. Я не буду оплачивать, это разбор. Да, в смысле не будете оплачивать? Не буду, потому что 3200 я готова оплачивать. Да какие, б***ь, 3200 вы им слушаетесь? Я даже с вам вчера по телефону, б***ь, сказал 3400. Вы, б***ь, думарыла или чё, б***ь? 3400 я согласен. Минимальный, б***ь, найм. Минимальный, а не максимальный, б***ь. Я такое чувство, как будто с*** я сговариваю. Поняв, что у Галины денег действительно нет, Станислав попытался забрать у неё вещи. У людей нету, откуда я её, даже в кармане нет такой суммы. Откуда я её возьму? Машинку можем забрать, продать. Кого? Машинку можем забрать. Забирайте, забирайте машинку, хорошо? Продавайте. Матрас. Если вас устроит матрас, пожалуйста, можете матрас забрать. 3200 я оплачу. Забирайте машинку и матрас 3200, я вам 3400 вы сказали. Вы мне ещё расписку напишите, что отдаёте своё имущество по собственному желанию. Свои угрозы Станислав побоялся выполнить. Это уже точно тянуло бы на уголовку. Но и наговоренного им оказалось достаточно, чтобы призвать его к ответу. К сожалению, на контрольную закупку Станислав не приехал. Банально опоздал и попросил своих коллег подменить его. А те оказались вполне добропорядочными работниками. И попросили ровно столько денег за перевоз двух диванов по двум адресам, сколько было оговорено по телефону. Я ещё здесь переспросила. 9? Ну, потому что мы 3 часа ездили, у нас было 2 грузчика. Он такой, да? Я думаю, когда же он мне начнёт набалтывать? Я сижу и думаю, когда он мне скажет? Они столько таскали по лесенкам, туда-сюда, по этим. Вообще дофига они таскали. Я вообще не притрагивалась. Ничего сверху не приболтали мне. За 40 минут, они сколько получается? 16 600. Более того, узнав историю Галины Эйти, новые грузчики согласились связаться со Станиславом. Алло, Станислав, Стас. Да, он уже человек был. А это... Это... Вот мы отработали заказ. Говорят, что ты этого клиента перевозил когда-то и оскорбил. Просил, чтобы ты извинил. Здесь ребята собрались, чтобы выйти на вас. И чтобы вы попросили прощения за своё поведение. Некрасивое. То, что ты оскорбил, ты наорал? Я даже не помню, что я у вас работал. Вам просто нужно за своё поведение извиниться. Мы отдадим деньги вашим грузчикам. Да. Я извиняюсь. Всё. А ты... За что ты извиняешься? За что? За что ты извиняешься? Как понять? Если бы я помню, за что. Ну, то, что я накричал, да. А там, с моей стороны, это, конечно, было... Оскорбление. Я за это, конечно, не извиняюсь. Да. Это не такая, что... За это были переборжи и некрасивые слова, не попал, которые я высказывал. Я не имел права так с вами общаться. Почему такая сумка? Каким порошом извинения приняты? Ну, я осталась довольна. Но всё-таки попался понимающий человек. Понял свою ошибку. Надеюсь, что в будущем он этого больше не повторит. Ну, или повторит. Ну, вообще-то, если честно, я ему не верю. Но в любом случае, я довольна, что он извинился, что он признал свою ошибку. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok